Вот подошло время нашей исторической программы Добрый день, 13 часов 6 минут в нашем городе Меня зовут Владимир Смитарин И в студии мы находимся вдвоем с Евгением Питуниным Историком, краеведом, руководителем Музея Вятского Государственного Университета Евгений Альбертович, здравствуйте Всем добрый день Вы знаете, по народному календарю сегодня очень интересный день Сегодня Наумов, Наумов день На Руси не случайно называли этот день мудрым И молились святому Науму, прося навести Наум А еще в этот день в старину была традиция Родители своих детей приводили к учителю И учитель в обязательном порядке должен был каждому из учеников Трижды ударить розгоней Что бы учились? Вот я думаю, помолились бы они Науму в 1963 году О котором мы сегодня будем везти Мало бы не показалось Тут же бы написали в правком, в портком всюду-всюду И на всех собраниях несчастных родителей бы там Затаслили А розгоней, ну, я не знаю Там, по-моему, были, конечно, случаи неустанового отношения учителей Вот я у нас в школе не помню, но Это настолько не раздувалось Вместо, как там сейчас пишут, вместо всех охранников Там пропускных этих Режимов Режимов и прочих Там со всеми проблемами в школе справлялась Уборщица Баба Нюра с грязной тряпкой Которая грязной и сырой тряпкой могла уладить все конфликты возникающие Да, сегодня мы продолжим наше путешествие по хронологии Город Киров Год 1963 Предыдущие года тоже подробно освещены уже в наших программах Весь архив, напоминаю, в сотый раз Хранится на сайте echo-kirova.ru Видеоверсия, аудиоверсия Пожалуйста, заходите Слушайте, смотрите Очень интересно И Евгений Альбертович зачастую Очень с необычных сторон Преподает известные факты Ну что, поехали? Ну, поехали в 1963 год Вот Встретили мы этот год морозной зимой Главное 55 лет назад Да, мороз... Сколько? 55, да, 63, 55 лет назад Холодной зимой, нормальной такой Вязкой зимой с 30-ти градусными морозами Начинался год с большими горками на театральной площади И поехали А у меня другое летоисчисление Вот 18 лет после войны 63-й год И у нас сегодня 18 лет После тысячелетия? После, да, начала века Вступления 21-го Вроде бы вот вчера и недавно Но вот посмотрите После войны за 18 лет Сколько было такой рывок И заводы Фактически второй иров строился На Октябрьском и за Октябрьским проспектом Как менялся транспорт Как там менялось все И вот сейчас мне кажется Уклад жизненный в целом, конечно, он был в старинке такой Сейчас незаметно Сейчас как-то жизнь, она меняется А что было вот 18 лет, мне кажется, были те же дома Почти те же машины В принципе Тот же президент Это правда Тут у нас постоянство Не меняется Ну и жизнь Ну и жизнь, жизнь, конечно, в 63-м году С одной стороны в городе И хорошо, и радостно И смотрят телевизор Смотрят ЭВН с уже появившимся Масляковым Юный Масляков Клубных находчивых Под тот гимн ЭВН Там было Берите в руки рандаж Мы начинаем Вечером Сейчас бы показался бы примитивный ЭВН Любитель и студенчес Но это было искреннее шоу Это не было Уже все заранее отрепетировано Куплено И прочее Хороший был КВН Вот Но Смотрели одну программу Телевидение Танцевали твист уже Под жизнерадостную Королеву красоты Уже Понимаете Вот теперь Такую музыку А все пели Кому не лень И Черный кот был уже Вот Это с одной стороны Ездили в красивых Желто-синих троллейбусах По городу Поселялись в Хрущевке Уже строился У нас Микрорайон Черемуш И на Чапаево Панельные дома А с другой стороны В деревнях Вот продолжалась Вот эта авантюра С мясом Про которую мы говорили Раньше За что Область наградили Орденом Ленина У колхозников Не было ни отпусков Практически Ни зарплат Ни паспортов Вот И в Ирове Уже я говорил Что угрозный хлеб И то Консервы Бульонные Уби И фабрики Имени Микояна В жестяных пенальчиках Вот И вот Контрасты Но в целом Конечно Год Был годом Потрясений И не только И не столь А у нас В России И тогда В СССР И мировом Да И мировом Вот трагедия Года Конечно Это убийство Президента Джона Кеннеди Это тайна века Вот И Потом События Развивались Дальше Ли Харви Освальд Арестованный В Далласе Уже Конечно Тут сразу Заговорили О российском следе То что он Работал И в Минске И был женат На граждан СССР Ехал обратно В США После убийства Был арестован Хотя Многие Специалисты До сих пор Говорят Что не мог Он один Убить Этого Эннеди Но Был Харви Освальд Убит Не М. Дж. М. Руби А Дж. Руби Тоже В этом же 63-м году Тоже Умер В камере А мрачным Достаточно Кстати Был телемост Какое-то подобие Телемоста Первый Телемост В США В этом же 63-м году В США Внутри Я почему-то Это запомнил Я еще совсем маленький Бабушка Вот смотрела Почти носом В телевизор Это мой Небольшой рекорд Был Не АВН С линзой Уже побольше Телевизор И вот там Подробно Про Эннеди Кадры Издалось Что-то там Говорили Объясняли И вот Я почему-то Запомнил Как это Внимательно Может Настоль У бабки Мои эмоции Сильные были Что вот Они передались И вот этот факт Меня запомнился Ну вам было 5 лет Если Предположить То есть Жители Город Следили За Этого События Было в рублях И снял бы Он свое Утомленное Солнце 5 или 6 Я честно Забыл Сколько там Чистые Или Медин Сэм На очередной Проект Что он там Пытается Снять сейчас Про Нюрнбернс И процесс Я сегодня Слегка Простужен Поэтому Ничего Давай Ну не могу Я пройти Мимо событий Которые Конечно И меня И все Мое поколение Интересует Это в Лондоне В студии Эбби Ро Битлз В течение дня Записали Свой первый Альбом Плис Плис Ми Несмотря на Простуду Джона Леннона Леннон Простуженный Пришел записывать Плис Плис Ми А я Простуженный Пришел Сегодня Напомнить Об отведать Майха Москва Ну и после этого В 1963 году В начале В Англии А потом По всему миру Началось Явление Которое Позже Назвали Битломания Еще одна Трагедия Года В Атлантическом Океане На глубине 2400 метров Затонула Американская Атомная Подводная Лод Этрешер На борту Которой Находилось 125 членов Экипажа О радиоактивном Загрязнении Воды Не Сообщалось Тем не менее Плод И гибнут Не только Наши Видимо Много Было Случаев До сих пор Это тайна До сих пор Там все обстоятельства Не выяснены Вот И представьте себе Когда вы смотрите Ламповый телевизор В нашем городе Вот Черно-белый А где-то в мире Уже в 1963 году Изобрели Первый Бытовой Видеомагнитофон А где конкретно В мире это Придумали В Америке В Америке Да 1963 год Видеомагнитофон Вот это был фурор Ну и Конечно Водится Традиционно Не имется Нашим властям С их Милитаризмом Что Будет такая борьба За мир Что камня На камне Не останется Хрущев Притворяет Свой Пусть Иномати В 1963 году Хрущев Объявляет О наличии У СССР 100-мегатонной Водородной Бомбы Это бы мало Не показалось Если взорвали Где-то На малой земле Она была на самом-то деле Она не была Потому что Это бы По-моему Вся бы атмосфера Улетучилась В космос Планеты Ума хватило Ее не испытывать Но тем не менее Хрущев Всегда и был Вменяемый Он В 1963 году Дал согласие Вывести Войска с Кубы После Кризиса 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 Мы обсуждали Как раз В прошлой передаче События Ну и тут же Конечно Фидель Фидель тут же Перекрасился В коммуниста Хотя до этого Он-то Я ранее утверждал Почувствовал Эти финансовые потоки И рванул На переговоры В СССР Объехал Несколько Городов Побывал Много фотографий Есть Астра И в Зимний Ушан И из горы Там где-то И все Разно Ну и Очень хороший момент Был в фильме Когда он С Евтушен Отказался Встречаться Евтушен Обежал следом Говорил Фидель Фидель Я твой друг Ну не до того Было Фидель Надо было решать Путешествовал По стране На чем Надо было решать На поезде Интересно Евгений Это наши Не падали Тогда В 63-м году С Байнура Оправился Рабль Восток 5 С Валерием Быковским Ну а через два дня Рядом Взлетел Этот Восток 6 С первой Женщиной Осмонавтов Валентиной Терешковой Это было событие Не депутатом Государственной думы Ну это потом уже Но тем не менее Она находилась На орбите В течение Трех дней Для изучения Приземлилась Приземлилась Видимо Была в стрессе И спила Нельзя было Надо было Замеры организма Сделать И еще были У него И это Погрешности На что Королев Руководитель Полетов Очень нелестно И даже Матерно Высказался Что я Больше Женщин В космос Запускать Не буду Ну что-то В этом Ну кстати Народ Кировский Евгений Простите Кировчин С ликованием Воспринимали Да Это же Эйфория Смеческая Продолжалась И специально Раздувалась Надо же Было Демонстрировать Успехи Раз В магазинах Бульонная Уби И Руза То Промтовары В очередь В давку За дефицитом Францовщикам Уже Вот это Попозже Мы к быту Подойдем Надо же Было Трубить О достижениях И вообще Вот женщины В космосе Это было Явление Ну кстати Кстати Вот Могла бы Быть Если мы Немного Отличемся Могла бы Быть И не Терешкова Могла бы Быть и Вятская Женщина Она в запасе Первым Осмонавтом Даже Вы наверное Угадаете Снимая С себя Да Это была У нас Знаменитая Парашютист Чемпион Она была В запасе Мира По Парашютному Спорту Затрудняемся Но Видимо Нашли И это Не будем Называть Не будем Это отдельная Тема Для передач Ну как зовут Напомните Давайте Тоже выпало Да Сейчас я В ходе передачи Обспомню Сейчас Да Просто тоже Как говорится Вертится Но вот так Сразу Выдать Нельзя Она была в запасе Или это легенды Она была Она проходила Тесты В команды Да В команду Общеизвестно Что По разным сведениям Что-то Либо Ван Этина Шли Либо Либо Со здоровьем Было связано А Терешкова Была из здоровой Рабочей семьи Там же Как бы Смотрели До пятого Поколения Так Я ищу У меня даже И публикации Несли Абсолютная Чемпиона Мира По парашютному Спорту Даже улица Названа В ее честь Это Вот Нехорошая Тема Сейчас Не можем Ну Ну Бывает Ну Вспомним В ходе Сейчас Так Передача Вспомним Обязательно Ну Что же У нас Сейчас На фоне Конечно Этих Мировых Ветров Мировых Событий В Переве Были Конечно Скромные Достижения Свои Но тем не менее Они были Тем не менее Есть чем Похвастаться И что Вспомнить Вот я уже Сказал Что Начали Застраивать Микрорайон За улицей Чапаева Панельными Домами То есть Запад В этом году В 63 Начал Свою деятельность Домостроительный комбинат Который В Коминтерне ДСК Тогда он назывался Ировский комбинат Строительных Материалов Так Вот И начал Производить Панели Для жилых Домов И вот Это означало Начало Крупнопанального Домостроения Иры Конечно Люди приходили И смотрели Вот в отличие от Медленно Возводимых Домов Ильпичных Которые на Актерском проспекте Строили годами На Чапаево Очень быстро Росли Ну дома Конечно Никто Особо об этом Не распространялся Но должны были Они простоять 25 лет После этого Подлежали Сносу Стоят Живут Люди Я думаю Еще Столько же Они еще 55 Давайте попросим Прощения Потомков Что называется Не вспомнили Сходу Не вспомнили Мы имели Видимо Все-таки Ввиду Татьяну Николаевну Воинову Воинову Да Заслуженный Мастер спорта СССР Парашютному спорту Абсолютная Чемпионка мира Обладательница 20 рекордов мира Она Она могла Заменить Валентина Ивановна Гипотетически Могла бы быть На месте Терешковой Но по разным Может быть Это и стало Причиной Вот ее Такой Гибели Ну В общем-то Да Хорошо Все могло бы быть По-другому Что Что было То было Так Продолжаем Возвращаемся Еще трудно Пройти мимо Такого Апохального События В 63-м году Был запущен Свинокомплекс Дороничи Поздравляем В связи С грядущим годом Свиньи Это очень Любопытно Я дам Точнее Наверное Там праздник Будет Вот спасибо Да Уже нам звонят Но я уже Нашел в интернете Что это Воинова Татьяна Николаевна Спасибо Что подсказываете Ну и Опять же События Нашего университета Конечно Все ближе и ближе Мы подходим Вятгу Уже Шар за шагом В 63-м году Филиал Всесоюзного Заочного Энергетического Института Реорганизован В Ировский Заочный Политехнический Институт Еще заочный Да Не ЭГПИ Тогдашний Центр Центр Не До этого Задолго До этого Октябрьский Проспект Гласисный И там На запад Уже Ничего не было Поля И деревни И так далее Ну да В Куити Я сейчас Скажут А я всех Был молодость Строим С вами Не обязательно Нет не обязательно Достаточно Плюрализм Такой уже был По-моему Вот 63-й год Это все-таки Время Вот теперь И поэтому Не требовалось Не было же Такой Ипотетики Не было же Ругом Чтобы Государство Продавливало Идею О Собственном Величии В каждом Там Каком-то Действии В каждом Шаге В литературе Но с другой Стороны Опять же Я скажу Что Очень много Параллелей Вот всегда У нас И это Стереотипы Поведенческие Стереотипы Власти Они были Одинаковые Вот если Сейчас Там Почему-то Тенденция Что запрещают Их-то Рэперов Вот В их защиту Это Асы протеста Концерты Правозащитники Вступаются Да В 80-е Это же Запрещали Андеграунд То есть Эти подпольные Группы Разные Там Арестовывали Брауна И прочее За концерты Думаете В 63-м Такого не было Точно так же Вот например Ту же Мьянсарова Убрали Мулермана Из эфира Но не взлюбила Фурцева Певца Или актера Все Нету И поэтому Многие Живут Спела Там Черный От И все И исчезла Все радуются Такие песни Все под них Танцуют Пластинка вышла А певицы Нету А вот Не понравилась Она Ну может Было Обнаружено Тлетворное Влияние Или след Западного Шоу Бизнеса Причем Тут У нас Советское Должно быть Все равны Не должно Быть Это Галина Субъективизм Кто может быть Патриотичней К примеру Той же Шульжен Ее синий Платочек Ну не понравилась Она Фурцевой И в том же 63-м году Та же Шульжен Она В принципе Это я Вот год изучаю По всем параметрам Просто Тоже Попало Попало Озвучить Попало Она не могла Получить квартиру Она не получала Хороших площадок Для выступления Вот выступала Где-то Ну не совсем уж На периферии Но вот Точно так же Но не После войны Это потом Уже Достали Вот Но Опять же Вот С одной стороны Создают Клуб молодости А с другой стороны Разрушают Федоровскую церковь У нас Я уже В прошлом В выступлении Говорил Что были Тайные загадки Наших Ну Разделение Окомов На городские Сельсия Это уже было Сдавали Сдавали его Государству Получая за это Деньги Но животные Оставались В колхозах На передержку В том же колхозе Чтобы там Привить Поднять Весь Хотя По идее Это должны были быть Где-то На специальных Откормочных Пунктах А где А где их взять А вот Не было Их не было Это на бумаге Причем Это все Проходило время А надо было Отчеты Потому что Область Такой бы Разгон Устроили Сами понимаете Хрущевские Времена Это Хоть и оттепель Но мало бы Не показалось Это же самое Сдавали уже Вновь Но Не при вес Сдавали А снова Все чистым весом И получалось Что государство Сдает То есть Колхозы Сдают государству Мясо Ну немеренно Ну тонны Тысячи тонн Миллионы тонн А мяса нет Вместо мяса Причем Вроде бы Колхозы Должны процветать Потому что Деньги получали Ну видимо Это и копейки Дважды за одну И ту же Рову Но Колхозы Тоже не процветали Ну Из Ирской области В этом же году Ездили и в Азахстан За Мясом и маслом Сдавали в счет Плана Вот такая Была у нас Бюрократическая система Подождите еще раз Что везли в Казахстан Масло Мясо Это все Не в магазины Везли А все это Сдавали Государству В Казахстан Мифические Тогда было понятие Захрама Родины Вот они там были Да И до сих пор Это тайна не разгадана Где эти Захрама Родины Были И что у них было И куда это все делалось А везли то Простите Что обратно Из Ирской области Конечно Продовольствие Везли в индустриальные районы Прежде всего на Урал И в Ленинград Когда-то Это тоже мясо В поздние годы Хлеб Мясо В основном Да Продукция мясокомбината Все В основном Вот Ну позднее Вот В 80-е годы Просто журналисты Местных газет Провели расследование Тогда же это не афишировалось Куда все девается Потоки Да Какой-то жал И процент остается Области А все увозилось Вот эта же система Сдала Все сдавали Но видим регионы Индустриальные Надо было Эрмите Это считалось Осиома Это уже Опять же Я вот О Похожести времен О параллелях Времен Сегодня Давайте сейчас Пример переведем На рекламу сходим А пример длинный Может быть Хорошо Тогда реклама Евгения Петонина Историк Краевета Руководитель музея Ведского госуниверситета Сегодня мы Вернулись На 55 лет Вперед Назад Простите Год 1963 Жизнь Быть Горожан И страны В целом Именно в это время Продолжим Через полторы минуты Десять минут Будет еще продолжаться Программа Сделанная вятка Вот сейчас Евгений Альбертович Параллель Задумал Провести Современность Современность Параллель Современность Современность Вот Какой у нас был Скандал недели Прошедший Скандал недели Прошедший Да Это один Один из скандалов Но самый нашумевший Это когда Где-то по-моему В Ярославле На встрече Путина С молодежью Показали Робота Сказали Что умеет Он считать Плясать Петь Не знаю Что еще И оказался Переодетый Человек В принципе С 63-го года Ничего не поменялось Тогда уже Пошла волна Этой робототехники Была знаменитая Риатура С 63-го года В журнале Аркадилов Вот я Жалею Что не могу Показать Молодец При Полхозни И привезли На поле Видимо Эмиссию У нас Робототехника Унедряются И два разных робота Железных С лампочками Вместо носа С антеннами Копают Поле лопатами Все Эмиссия Довольная Уезжает А эти роботы Отидывают Свои Эти ЛПИ И закуривают Два мужика В костюмах робота Ну и у нас Вот такая была Роботизация Всего в 63-м году Прежде всего Это после визита Хрущева Видимо В Америке Или это позднее Но в общем Решили гнаться За всем передовым И стали роботизировать Продажи Продавалось масло Продавалось масло Подсолнечное Без продавца Автоматом Автоматы Были Магазин В доме ВД Магазин Птицы Сейчас даже не знаю Что туда Опускаешь Жетончик И тебе это масло Подсолнечное Противное Вонючее Советское Нерафинированное Масло Количество Оно наливалось В твою бутылочку Но масло Это ладно Самое главное Что у нас Появилась В 63-м году Пивная Робот Она была Напротив Цирка В новой Хрущевке И вот эта Пивная Называлась Автопаил Потому что Пиво Там Отпускали По животному По таким же Жетонам Жетончик Был в форме Монет И толще И была прорезь В нем И надо было Упить эти жетоны Потом Люди Страждущие Подходили Автоматом Опускали этот Жетончик И рычажком Там Куда-то Вправо-влево Поворачивали И еще застал Эту автопаилку И наливали Себе Кружку пива Но Естественно Навят И народ У нас Оказался Предприимчивый И делали Что Просверливали Дырку В этом жетончике Привязывали Леску Намыливали Может быть Дейлили Маслом И жетончик Получался вечный То есть Его на нитки Опускали Кружку наливали Вытаскивали Снова опускали Можно было жить Вечный абонемент Потом выбегал Там Какой-то единственный Был Типа Бармен Не бармен Но Какой-то там Сотрудник Пивной В грязном Белом халате Выбегал У пацанов Или у кого-то Там отбирало Если успевал Отбирал Этот Отчет Из любого Могли делать Но Видимо Убыта Какой-то был Наверное Все это Компенсировали Конечно Разбодяживанием Пива Водой Или Не долину Я не знаю Как там Это настраивалось Но Это еще В начале 70-х Но С другой стороны Я уже говорил Что в 62-м Третьем Начали строиться Стекляшки Подождите Не торопитесь А аппараты С газированной водой Это та же эпоха Автоматизации Да Они были Тогда уже По-моему Менялись Формы В начале Были Красные Автоматы Красивые Такой Сейчас Кстати Стилизация Под эти автоматы Вот где-то В торговых центрах Стоят эти Но вкус не тот Уже Потом были автоматы Зеленые Уже Дизайн сменился Но Уже стояли У гаражей Конечно По-разному У нас Вот например У Бывшего 32-го гастронома Стоял аппарат Их автоматов И при сильном ударе Срабатывало И без монет И то есть Иногда Даже с сиропом Одну копейку Просто газ вода Одна была Без сиропа Буквально 30 секунд Один из наших Слушателей Который сейчас У радиоприемника Находится Зовут его Сергей Он хочет уточнение Сделать В коминтерне Он говорит Завод назывался КПД Комбинат панельного Домостроения А вы говорите Про Кировский Комбинат Строительных Материалов Он на кирпичной Там выпускали Краснокерамический Кирпич До сих пор Струба Там находится Ировский Комбинат Строительных Материалов Да Он на кирпичной Уверяет нас Зовут Я цитирую Первые его Выпускаемые Продукции Стали панели Живых домов Живых домов Домов Никогда Не производили Вы уверены В этом Не производили Кирпич Там просто Технологии Не позволяли Производить Две-три минуты Остается у нас Бытовую сторону 63-го Как-то Город еще Хотел затронуться На фоне Вот этой Модернизации Роботизации Все-таки Самыми популярными Оставались Брутальные пивные В 63-м году Одна из таких Пивных Находилась Самых знаменитых Город Развивался В западном Направлении Поэтому на углу Хлебозаводского И Московской Тогда Буна Находилась Пивная Бабья Горя Это был Деревянный Приземистый дом И по преданию Бабья Горя Это народное название Народное название По преданию Вроде Жены Шей пытались Несколько раз Его спалить И когда Угроза существовала То мужики Организовывали Круглосуточное дежурство И ночами Охраняли Это Бабья Горя От поджога И воду В запасе Ну и еще Немного о жизни Появились В 63 Впервые Начали Францовщики И спекулянты Завозить Иров плащист А не Болонья Продавались Они по 70-80 рублей Это очень дорого Хотя плащи Промокали Отпотевали Но тем не менее Сохранялись У нас Модная вещь Аж до 70-х годов Откуда мод это? Напомните Из Италии Из Италии В 63-м году Милиция была деморализована А там гонения Начинались И реформировалась ГАИ И очень упала Дисциплина Среди Вредов Водителей Среди водителей Особенно Руководителей То есть Они уже Статистика В 63-го года Отмечают Огромное количество Аварий Допущенных Пьяными Руководителей Ну и хиты Года Вот что у нас Музыка Можно Течет Волгазы И на 63-м Начала Рьеру Появилась еще Ранее еще Видимо Упитанная была Эдита Пьеха Это открытие Прошлого года Станет им Я хочу И Абзон Конечно Ну а же без него И на Марсе будут Яблони цвести Вот верили Что на Марсе Будут Яблони цвести Но тем не менее Сегодня У нас Этит Огромляют Святой водой И отправляют И Анастасы На космические станции Тогда пропаганда Использовала Эсмические полеты В антирелигиозных целях В плане того Что эти космонавты Бога не видели И вот начали Компанию Разрушили Федоровскую церковь Остался один храм Ну в общем Ну это все сопровождалось Материалами в печати По радио Телевидению Ну то есть Такая полномасштабная Такая компания Вот то что воинов Забыли Простительно Ну ладно Мы по ней Отдельную передачу Эта женщина Того заслуживает Вот такой 63-й год Школи Все в серий Стюмчиках Уже пойдут 1 сентября Автопоил Работает исправно Бабье Горе Не сожгли Ну ладно Там с кубиками Можно как-нибудь Пережить В общем Все было хорошо И хоть бы Одним глазком Туда перенестись Посмотреть Попробовать Бабье Горе Я имею ввиду Заведение Упомянутное Оно До которого года Просуществовало? До года До 75-го Ооо Нам еще далеко Там когда начали строить Вот это общество Глухих По-моему Оно долго стояло Украшало Вот этот Перепрест Вот сейчас бы Возродить Конечно Такую Пивную Легендарную Но это уже Как и дом Витберга Новодел уже Это не та аура Совершенная На этом истекает время Сегодняшней программы Сделанной в Вятке Благодарю Евгения Питонина До встречи в 64-м году Руководителем Музея Вятского госуниверситета Ровно через две недели В то же время В пятницу Мы будем здесь И год 1964 Все наши программы Еще раз напоминаю Хранятся на сайте Эхокирова.ру И на нашем YouTube-канале Всего доброго